Сегодня мы разбираем тему длительного брожения вина. Несмотря на то, что на дворе начало января, у некоторых виноделов вино все еще может бродить. У кого-то это будет два месяца, у кого-то три, у кого-то четыре. Для начинающих виноделов это причина для беспокойства. Вот сегодня мы разберем все нюансы, поговорим, почему так происходит и стоит ли действительно беспокоиться. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградорству. И виноделия зовут меня Светлана, я была по образованию, виноградорий винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Ну и, конечно, сразу переходим к примерам, показываю конкретно наши вина и что сейчас с ними происходит. Так, у нас в примерах три путыли. Раз, два и третий. Как видите, у всех на затворах даже бургмила. Развернутые на ображении. Сразу оговорюсь, батарея здесь отключена. То, что часто бывает, ааа, как это вы ставите возле батареи. Здесь батарея отключена. Значит, смотрите, в чем разница между этими бутылями. Смотрим, этот затвор. Неплохо так работает. И даже, и даже немножко болько смотреть. Опа. Но, обратите внимание на сусло. Это точечки в бутыле снаружи. А поверхность сусла абсолютно гладкая. Ну, вот здесь, судя по всему, идет брожение яблачно-молочное. Выделение углекислого газа есть. При этом поверхность сусла абсолютно гладкая и чистая. Ну, вот в этой, скорее всего, что небольшие порции сахара еще остались. Более благоприятные условия для работы дрожжей. Вот мы видим, что чуть-чуть пенка поднимается, но тут сильно ничего не будет. Чуть-чуть она побродит и остановится. Потому что, ну, уже там по параметрам всем мы знаем, что дело близится к развязке. А теперь заглянем, что происходит с третьей бутылью. Видите? Там вот такая обильная пена. И вот это вообще классическое спиртопоображение. Причем в достаточно бурной фазе. Если здесь в теории мы еще можем предположить, что может и яблочно-молочное так себя проявляет. Тут пузырьков совсем немножко. То вот здесь их очень немножко. И что интересно, вот данное конкретное сусло. Тут низкий сахар был. Порядка 17 брикс. Изначально бродила при холодной температуре. Вот так же бурно хорошо бродила. Потом, когда уже процессы остановились, мы его перевестили в несколько более теплое помещение. Оно тоже не особо теплое. Там оно тоже дображивало. Уже не так бурно, а более спокойно. Ну, уже затем процессы практически прекратились. Но стало холодно. Мы уехали. И вот теперь привезли их в теплую квартиру. И видим, что спиртовое брожение вот так вот активно возобновилось. Почему вообще брожение может затягиваться? И почему так происходит? Много раз я повторяла и повторяю, что на процессы брожения, вообще на все процессы, которые происходят с вином, влияет огромное количество факторов. Поэтому нельзя сказать, что вот там через 2 недели пьем, через 3, через там 48 дней, 56, но у кого на что фантазии хватает. Нет, нет, еще раз нет. Огромное количество условий будут влиять. Состав, существо, зелость, технологию, которую мы применяем, температура окружающей среды и так далее, и так далее, и так далее. И вот пример. Там, где мы видели бурное брожение, там, где мы видели пенку. Казалось бы, изначально мало сахара. Оно должно прекрасно было бродить и уже сбродить. Наш подход к виноделию, к конкретным данным образцам, был таков. Мы его сбраживали при холодных температурах. Порядка 10 градусов было, оно прекрасно бродило. Но мы понимаем, да, что у дрожжей есть ограничивающие факторы. Смотрите, что происходит вообще в процессе спиртового брожения. Изначально комфортно, хорошо. Затем дрожжи еду кушают, да? Вот много еды, и ничего дрожжи не ограничивают. Но еда уменьшается, а ограничивающие факторы увеличиваются. Понимаете, что происходит? Вот это спирт. Спирт поднимается, и несмотря на то, что там по записи мы посмотрели, 16,5% сахара было. Мы ничего не добавляли. Нам так нужно. Все. Мы не гонимся за высоким алкоголем. Мы хотим пробовать вот такое. Спирт вроде невысокий, да, но все равно еды меньше. Спирт выше и холод. Да? То есть изначально, когда было вот так, им было нормально. Ну, прохладно замечательно. А тут уже, опачки, равновесие, да, поменялось. Да, мы переставили, переместили это вино в более теплое помещение, с холодной веранды, в комнату. Но в комнате на тот момент батареи не было, и она практически не отапливалась. То есть все равно температура невысокая, вот оно там медленно-медленно бродило. Потом наступила зима, да, мы уехали, и там стало холодно совсем. И все же дрожжи в таких условиях работать не могут. Я рассказываю наш конкретный пример, но точно так же может получиться у вас просто не так бурно. Был один год тоже, как бы все у нас бродило, бродило, бродило. Нормально вроде бы и выбродило, брожение остановилось, потом мы привезли в городскую квартиру, бутыль. Она, ну, может, недели две-три постояла, и вдруг стояла в темной прихожей. Я смотрю, что там какие-то пенки появились. Думаю, ну, наверное, вот плесень, да, бывает такая, называется цвель вина, идет белая пленка по поверхности. Наверное, плесень видно плоховато, тем более, что бутыль в таком черном баллоне. Оказывается, нет. Началось брожение спиртовое и пошли такие островки. Да, не так бурно, но островки, пенки были. Поэтому я вас всегда вам говорю, обращайте внимание на поверхность сусла. Поскольку, если вы используете перчатки, вот перчатка вообще не показатель. Даже профессионалу работать с перчаткой неудобно. Есть вот, я вам показывала, затворы, при которых мы все видим. Другие образцы, где, тоже я вам показала, сусло гладкое, но затвор работает. Там идет яблочно-молочное брожение, то самое брожение, которое переводит резкую неприятную яблочную кислоту в более мягкую молочную. Тоже много раз об этом виде брожения говорили. И часто вот вопрос, ой, а у меня вот там да, вино выбродило, а яблочно-молочное брожение не запустилось. Если вы не запускаете его специально, покупая специальные бактерии в специальном магазине, то оно начнется тогда, когда ему захочется. Не надо думать, что вот они там сидят, да, и по вашей команде вот вы щелкнули, и все, все начали дружненько брать. Нет, опять же, условия. Смотрите, для южных регионов может это менее актуально, но для нас, для северных. Вот мы стали, стали браживать на улице похолодало, в помещениях похолодало, мы где-то там перемещаемся из своих загородных домиков, да, да, условия поменялись, все. Процессы меняются, они могут потом завестись, но для того, чтобы им завестись, нужно время. Поэтому длительное брожение это нормально. А как длительное и повторное спиртовое брожение, так и длительное яблочное, молочное. Ну, как их отличить? Вот я показала вам в очередной раз. Смотрим поверхность сусла. Все, там все говорится. Нет у вас затворов, вы ничего не понимаете? Пробуем. Как-то в каком-то ролике я про этот момент рассказывала, это уже такой комментарий, ой, что вы советуете новичкам пробовать, а что? У новичков какие-то другие языки или там, да, может быть, новичок не сможет идентифицировать там условную землянику в пенануаре, да, или еще что-то. Ну, почувствовать колкость на языке, ну, извините, абсолютно любой. Вот вы на улице подойдете к любому человеку, да, дадите ему попробовать такое вино, и он скажет, что что-то там покалывать, для этого не надо быть каким-то, не знаю, семипязем в лбу или заканчивать университеты. Так вот, пробуем. Если мы чувствуем покалывание на языке, еще раз повторяю, это сможет почувствовать абсолютно каждый, то такое покалывание означает, что брожение еще не закончено. Может быть, там, опять же, вы плохо понимаете, плохо видите, может, это еще спиртовое, может, яблочное молочное, но, тем не менее, некие бродильные процессы еще идут. Должно ли это как-то вас смущать? Нет, абсолютно не должно, повторяю еще раз, потому что процессы могут быть долгими. Опять же, вот это, ну, назовем это повторное спиртовое выражение, да, нам казалось, что все остановилось, и потом вдруг пенки появляются. Это тоже абсолютно нормально, и вот, даже у нас, да, я вам показала конкретный пример, даже при низком уровне сахара, ну, вот мы не смогли создать такие условия, чтобы оно было непрерывным. Вот оно остановилось, да, сейчас мы переместили в теплую квартиру, где 22 градуса, где всем стало комфортно, и уже вот этот ограничивающий спирт, он не так сильно влияет, да, меньше питания тоже не так сильно влияет, и дружи спокойно могут работать и выполнять предназначенную для них задачу. Так что, не пугайтесь еще. Такая ситуация может быть у тех, кто, опять же, по рецептам, траляля, подобавлял сахар, да, по этапам, либо вот у нас все выбродило, мы решили добавить сахар, ибо мы любим сладенькое. Это вообще самый большой бред, который только может быть, нет, не то, что вы любите сладенькое, любите, любите, да, хотя, конечно, лучше употреблять сухие вина, получите больше удовольствия. Ну, ладно, это, опять же, личное предпочтение, личная эволюция вкуса, но, почему говорю, что это бред? Потому что сахар кто-то ест, и об этом тоже уже говорено и переговорено. Если мы сахар добавляем в конце процесса, да, и хотим его сохранить, значит, вину нужно стабилизировать либо химически, либо температурно. Все. Третьего не дано. Если вы его просто так оставили, то, ну, конечно, могут создаться такие условия, что дрожжи не начнут там работать. Но это не точно. Могут начать. Могут начать дрожжи, могут начать еще какие-то другие нежелательные микроорганизмы, которые могут ваше вину испортить. Поэтому, опять же, да, это просто огромное количество вопросов таких в комментариях. Если вы добавили сахар, да, и потом у вас началось повторное оброшение, вообще удивляться нечему. Это обычный, нормальный, закономерный процесс. Что с этим делать? Ну, честно, что хотите, то и делать. Вот в таком случае, да, цель. Вот чего вы хотели добиться? Вы хотели сладенько? Вы, знаете, думаете, как эти процессы останавливаются. Вы хотите покрепче? Ну, ждите, пока добротят. все, вот так или никак иначе. Вообще, прежде чем что-то сделать, свином задайте себе четкий вопрос, для чего я это делаю, да, и получу ли я в итоге нужен результат. Ладно, отклонились от темы немножко. Значит, что делать с таким брожением? Ничего, не мешайте ему. Надо ли снимать с осадка? Вот тоже частый вопрос, что все-таки, ну, оно даже без остановки, оно все бродит, 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 бродит огненно. Также ваш частый вопрос, нужно ли такое вино снимать с осадка? Смотрите, вот те образцы в больших бутылях, которые я вам показывала, они с осадкой не были сняты. Мы когда уезжали, вообще, оно еще подбраживало немножко, и поэтому мы не стали его трогать. Сейчас, ну, все-таки прошло много времени, много. И вот мы забрали в квартиру как раз-таки для того, чтобы с осадка снять. Можно было бы снять там на месте, но там есть проблемы с водой. А вода нужна для того, чтобы помыть емкости, да, чтобы все было чистенько, шланги и все остальное. Так вот, касательно осадка. Если брожение, вот такое вот бурное пена, да, вот то мы еще не снимали. И, ну, подождем, пусть оно чуть-чуть успокоится тогда. А второе, где гладкая поверхность, но брожение, я вам показала, по затвору оно идет. Вот его мы с осадка сняли и смотрите, вот, бутыль, да, вот сколько там всего лишь осадка. Первый раз мы его снимали с осадка. Видите, осадка тут на самом деле сантиметр. Совсем немного. Ну, несмотря на то, что вот так долго оно на осадке простояло, ничего страшного с ним не случилось. Так вот, таких небольших осадков бояться не стоит. Потому что, опять же, очень частый миф, что долго на осадке держать нельзя, оно там затухнет, оно прогоркнет и так далее, и так далее. Честно говоря, вот, за всю нашу практику мы не спешим никогда снимать с осадков, и ничего страшного не происходит. хотя, и в литературе можно встретить информацию, что определенные негативные моменты при длительном, скажем так, хранении на осадке могут произойти. Ну, смотрите, тут многое, скажем так, зависит от того, какой виноград вообще вы использовали. Да, если он был чистый, хорошо вызревший, то ничего страшного не будет. И как вы его снимали с муни? Вот это важно. И еще один момент, да, кто-то, опять же, действовал по рецептам, вот они ждут, что шапка упадет, все, но упадет, тогда, конечно, мы с этого осадка снимаем довольно быстро. Закончилось это бурное брожение, да, там через 2-3 недели с такого, да, большого осадка мы снимаем, хотя, опять же, есть технологии, венотические подходы, когда там и 2 месяца могут на таком осадке держать, да, если мы с мезги сняли, да еще сняли аккуратно, то вот, ну, сантиметровый осадок он нам никакой погоды не сделает. И если у нас брожение идет бурно, да, пена такая, мы пока не трогаем. Как только стало гладенькое, мы снимаем. тут еще такой момент, опять же, касательно снятия с осадка, если вот чуть-чуть пенки есть, вот оно дображивает, и если осадок, опять же, такой небольшой, то лучше не трогать, потому что там, как начинается, там мертвые дрожжи, они будут, воняют, там тра-та-та. Дрожжи, они такие, ну, я бы сказала, прикольные микроорганизмы, они когда, скажем так, умирают, они кормят, они распадаются на аминокислоты, да, другие питательные вещества, которые поедают другие дрожжи. Едой становится мама, да, дрожжи распадаются, и другие вот это вот все поедают. Поэтому, если конечная стадия брожения, то лучше не трогайте. Но, если у вас осадок совсем такой большой, даже пару лет назад я показала ролик про снятие с осадкой, вот там мы плохо снимали с мезги, там протирали через дрожжлаг, и поэтому у нас такой вот осадок был, такой. Да, с такого можно снимать, даже когда бурное брожение. Смело можно снимать, им там хватит еды. Если мы снимали аккуратно, вот сейчас мы используем фильтровальные ткани, поэтому у нас очень красивые осадки. и волноваться как бы особо нечем. Ждем, брожение закончилось, осадка сняли. Ну, в принципе, опять же, если вот такое вот бурное, тоже можно снять, ничего страшного не произойдет, дрожжи еще достаточно много, и они вполне справятся со своей задачей. При этом, смотрите, еще такой момент, когда мы снимаем с осадка, бывает такое, что все проветривается, сусло проветривается, и дрожжи хлебнули, кислороды, им стало немножко легче, и они могут лучше завершить свою задачу. То есть, вот, касательно вопроса снятия с осадка, ничего страшного не будет, если вы не снимете. Ну, и в принципе, если вас это волнует, можно снять. Особенно, если осадок большеватый. Если он там маленький совсем, то можно сильно не волноваться. Но в остальном, что делать? Ждать. И смотрите, уже на данном этапе, вот если не совсем бурная пена, да, а все остальные примеры, которые я вам показывала, чуть-чуть работают затворы, с осадка сняли, и в принципе, можно перелить. То есть, если затвор работает немножко, поверхность гладкая, если большой запас воздуха, да, то мы переливаем другую емкость практически под горло. Выделение углекислоты уже не такое большое, и лучше, чтобы поверхность контакта с воздухом была поменьше. Собственно говоря, вот на других бутылях я вам и показывала, что затвор стоит, а там практически под горлышко. Ну, смотрите, после переливки, да, что мы делаем. В идеале ставить затворы, но если затворов нету, тогда смотрим, какая степень брожения там. Если совсем маленькая, вот совсем чуть-чуть, можно закрывать какими-то крышками, пробками, но периодически ходите их и открывайте. На практике это выглядит вот так. Смотрите, вот у нас такая интровая пробка, я ее чуть-чуть приоткрыла, и оно слышно делается пшик. Все, пшик сделали, и назад закрутили. вылазит туда, нет необходимости. Ну, конечно, в идеале вот стоит затвор, да, мы все по нему видим. Причем, да, вот видим, чуть-чуть тут легенькая, маленькая пеночка кота. Легенькое отображение идет, затвор работает, при этом у нас полная емкость, и все здесь замечательно. Если это пробки, которые вставляются, вот и чуть-чуть приоткрыли, ну, если вы ее откройте полностью, ничего тоже страшного не случится. Потому что бывает, что прям кто-то боится, что ай-яй-яй, вот если я туда загляну, оно сразу в уксус превратится. Не превратится, ничего страшного вообще не произойдет. Поэтому чуть-чуть приоткрыли, но если открыли полностью, тоже ничего страшного. Открыли, закрыли. Касательно, допустим, двух-трехлитровых банок, оправданными крышками, закрываем, там вообще все просто, крышка мягкая, и она будет немножечко сдуваться. Тоже чуть-чуть приоткрыли, газ выпустили. Все просто, единственное, что используйте качественные крышки, поскольку бывает там или банка какая-то некондиция, там старая, например, были когда-то такие с чуть-чуть более узким горлом, либо крышка не очень, и она свободна на банке, тогда может поступать туда кислород, да, и тогда оно может вплоть до того, что даже зауксуситься. То есть вот в этом, ну, когда уже бродильный процесс закончится, то воздух может повредить, поэтому немножко за этим наблюдайте, используйте хорошие крышки, ну, конечно, лучше использовать какие-то бутыли, бутылки, где горлышки будут узкие. Подводим итог нашему разговору. Длительное брожение имеет место быть, зависит от многих-многих факторов, бояться его не нужно, это абсолютно нормальный процесс. конечно, в идеале создавать оптимальные условия, чтобы так долго оно не бродило, но уже как получается, так получается. Можно ли употреблять такое вино? Смотрите, вот когда пошла бурная пена, бурно идет спиртовое брожение, я бы не рекомендовала. Конечно, вообще можно делать все. Вопрос в эффекте, в результате, который вы от этого получите. Что касается второго типа брожения, когда я вам говорила покалывать немного на языке, буквально перед новым годом мы как раз разбирали эту тему, можно употреблять, если вам вкусно. Да? Пожалуйста, употребляйте и берите большие бокалы, берите декантер, потому что само это покалывание оно не всегда бывает приятное, бывает прям такая немножко жгучая кислота. Оно вроде не кислое, оно вот что-то жжет чуть-чуть на языке и здесь в горле. Есть такое. Полчаса-час в широкой емкости декантер, графин, трехлитровая банка. Половинку наливаете или там литр, ну сколько вы собираетесь выпить. Полчасика стоит, можно даже побудрать все после этого. Как правило, оно смягчается и пить его довольно приятно. Так что, пожалуйста, хотите, можете это делать, если вам надо выпить, да, и вам вкусно. В ином случае, если есть возможность подождать, если оно все-таки кисловато и не совсем приятно, значит, ждите, пока оно отбродит и уже после того, как точно вы видите, что все процессы остановились, точно видите, что все закончилось, пробуйте, и там уже нет никаких покалов, вот после того можно выносить на холод для выпадения винного камня. В ином случае, если вы чуть поспешили, то после холода, после выпадения винного камня бродильные процессы могут восстановиться. И, в принципе, они могут восстановиться, потому что уменьшается кислотность, да, и тем же молочнокислым бактериям, которые осуществляют яблочное молочное брожение, может быть, еще будет над чем поработать и будет для этого комфортное условие. Поэтому, опять же, уже мы немножко выходим за рамки темы нашего сегодняшнего разговора, но после выпадения винного камня, после холода не спешите вино разливать. Поддержите его примерно, ну, вот оптимально градусов 20, недельки 2. Если за недели и 2 у вас никаких процессов больше не начнется, ничего больше с вином происходить не будет, значит, уже все, ну, тогда да, можно заниматься розливом, если есть в этом необходимость, ну, о розливе поговорим как-нибудь в другой раз. Итак, длительного брожения не боимся, набираемся терпения и ждем. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!